Преамурья стала первым регионом так называемой второй волны, где завершился переход на цифровое вещание. Благодаря цифре амурчане теперь могут смотреть любимые программы на разных телеканалах в одинаково высоком качестве изображения и с хорошим звуком. Как сообщают в Амурском ОРТПЦ, в регионе построена сеть из 56 станций, позволяющая транслировать сигнал. Требования к приему цифрового телевидения более жесткие. Там нет такой градации в приеме, как при аналоговом телевидении. В цифровом либо показывают, либо не показывают. В аналоговом телевидении очень много промежуточных ступеней, где изображение становится все хуже, 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 но его видно. Вот многие телезрители еще в полной мере не понимают этого и говорят, ну я же аналог смотрел на эту антенну там или на таком-то удалении от телевизионного передачи, а сейчас у меня это не получится. Чтобы смотреть 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве, необходим либо телевизор, который поддерживает новый формат с современной антенной дециметрового диапазона, либо цифровая приставка. Последнее позволяет принимать сигнал на любом телевизоре. Отключать аналоговое вещание в Преамурье будут на протяжении нескольких дней. Сейчас телесигнал на аналоге заменили информационным роликом. Зайдите на сайт смотрицифру.рф и выберите модель вашего телевизора. Кстати, хорошая новость для тех, кто купил телевизор после 2012 года. Почти все модели, произведенные начиная с этого времени, имеют встроенный тюнер и автоматически поддерживают ДВБТ-2. К переходу на цифровое вещание в Преамурье готовились больше года. В частности, был решен вопрос с амурчанами, которые оказались вне зоны охвата цифры. Смотреть современную картинку они смогут благодаря операторам спутникового вещания. В настоящее время работы по установке спутниковых антенн в 53 населенных пунктах практически завершены. К слову, речь идет о 12 тысячах амурчан. Стоит отметить, что абонинскую плату люди платить не будут, а вот за комплект оборудования и его установку придется отдать около 6 тысяч рублей. В областном правительстве предусмотрели компенсацию для социально незащищенных амурчан. Уже более 75 человек подготовили документы, отдали их в органы социальной защиты. Вот сейчас эти документы рассматриваются и людям начинаются выплаты. Но этот период у нас ограничен датой 1 декабря, поэтому здесь никакой спешки нет. В общем, все будет сделано. В региональном правительстве развернут специальный штаб по переходу на цифровое вещание. Сюда будет направляться оперативная информация. Кстати, перейти на цифры амурчанам помогают волонтеры. Более полутысячи человек работают во всех районах Преамурья. Они помогают настроить прием нового сигнала тем, кто не смог разобраться во всех тонкостях процесса. Пригласить волонтера можно по телефону «Горячей линии». Здесь же ответят на все вопросы по цифровому эфирному телевидению. Анастасия Петраша, Амурское областное телевидение.